Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Книга и вы смотрите новости на телеканале Видное ТВ. Сегодня в выпуске вы увидите. Накануне Дня строителя предприятие «Албис» честовало своих лучших работников. Для Ленинского городского округа компания «Албис» – это крупнейшее системообразующее предприятие. В историко-культурном центре состоялось открытие выставки «Коллеги-2024». Ну я не увидела здесь студенческих работ, здесь работа уже профессиональная. Во дворце культуры Видное прошел показ спектакля «Буратино». Мы сами делали сценарий, за что я брала сценарий фильма. Ежегодно во второе воскресенье августа в России отмечается День строителя. В преддверии профессионального праздника сотрудники одного из крупнейших предприятий Ленинского городского округа «Албис» честовали своих лучших работников. На торжественном мероприятии, которое состоялось во дворце спорта «Видное», побывала наша съемочная группа. Продукция производственного объединения «Албис» хорошо известна не только в муниципалитете и области, но и по всей стране. На рынке отделочных материалов предприятие занимает ведущее место уже более 30 лет. По доброй традиции сотрудники компании отмечают свой профессиональный праздник во дворце спорта «Видное». В этот день мы чествуем в первую очередь наших юбиляров, тех, кто отработал в холдинге 10, 15, 20, 25 и, конечно, 30 лет, потому что компании уже 30 лет. Сегодня будут те, кто отдал компании практически все эти годы, пришел с первого года ее развития. Один из таких выдающихся сотрудников – инженер-строитель Валерий Максюков. Работает на предприятии 25 лет, а в строительной отрасли уже более 60. Я окончил техникум Министерства обороны в Крыму тогда еще в 60-м году. И нас направили по направлению в Прибалскую работу. Вот так и пошло все. Там строили, потом в армию, в армию строили, потом в институт, в МИСИ. Ну и так далее все. Сталь конструкции работал, потом здесь уже. Сейчас на предприятии трудятся свыше тысяч человек. Сотрудники признаются, что главное в их деятельности – не останавливаться на достигнутом, развиваться для постоянного движения вперед в своем деле. Коллектив у нас достаточно дружелюбный, начальник всегда помогает. Профессия своя нравится. Я считаю, что я, в принципе, профессионал своего дела, и лучше меня нет. В этот день я бы хотел пожелать компании процветания, совместно справляться с общими вызовами, больше красивых, знаковых объектов. Я считаю, что компания оставила серьезный след в архитектуре Москвы и желаю впредь, чтобы это продолжалось. Поздравила с профессиональным праздником работников «Албиса» заместитель главы Ленинского городского округа Анастасия Гайлиш. Для Ленинского городского округа компания «Албис» – это крупнейшее системообразующее предприятие. Это не только налоги в местный бюджет и бюджет Московской области и федеральный, но и рабочие места для наших жителей. На торжественном мероприятии более ста сотрудников компании получили заслуженные награды за многолетний труд и верность профессии. Наталья Буслаева, Евгений Бех, Максим Константинов, Видное ТВ. Что делать, если вы почувствовали запах газа в квартире? Самое важное – действовать слаженно и четко по инструкции. Для начала перекройте вентиль на стояке, который подает газ в квартиру. Не включайте свет и не пользуйтесь электроприборами. Даже небольшая искра при включении света может спровоцировать взрыв при высокой концентрации газа. Откройте окна и покиньте помещение. Если запах газа слишком сильный, дышите через влажную ткань, чтобы избежать отравления. Как только окажетесь на улице, позвоните в 112 и в аварийную службу по телефону 104 и ожидайте спасателей, не заходя в дом. В выставочных залах историко-культурного центра состоялось открытие выставки «Коллеги-2024». На ней представлены работы студентов, выпускников и преподавателей кафедры дизайна Московского регионального социально-экономического института. Подробнее ознакомилась с экспозицией и наша съемочная группа. Здесь представлены работы, сделанные в самых разных стилях и направлениях. Это живопись, рисунок, авторские игрушки, арт-объекты и даже книги. На выставке «Коллеги-2024» можно увидеть экспонаты не только состоявшихся дизайнеров, но и работы студентов-первокурсников кафедры дизайна Московского регионального социально-экономического института. Мы гордимся нашими работами, потому что наши студенты, они все выполняют традиционно проекты, то есть выпускные и квалификационные работы на заказ. И заказчики все довольны. Здесь представлены курсовые и дипломные проекты студентов, работы преподавателей. Так один из выпускников сделал работу для Центра улучшения качества жизни, где работают с особенными детьми. Футболка, которую я ношу, она используется как раз. Может использоваться как сувенирную продукцию, а может использоваться персоналом. С использованием логотипа и на задней стороне. С использованием персонажа основного бренда. Многие из выпускников сами стали преподавателями и даже делают свои собственные выставки. Я не увидела здесь студенческих работ, здесь все работы уже профессиональные. Они уже здоровские, классные, творческие. Это идет такой настрой, заряд. Выставка – уже традиционная форма активной творческой деятельности, где можно увидеть разные направления дизайн-профессии, одной из которых фотография. Ростислав Машин – фотограф, который делает редкие кадры дикой природы в разных регионах России, от Калмыкии до Байкала. Почему вот эти фотографии? Потому что они путешествовали по разным выставкам крупным. То есть здесь фотографии, которые публиковались в журналах международных, в National Geographic, в российских журналах, журналах вокруг света. Благодаря разнообразию экспонируемых работ, выставка «Коллеги-2024» будет интересна широкому кругу гостей. Посетить ее можно до 1 сентября. Инга Инчук, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ Кто – не ученый, не поэт, а покорил весь белый свет? Веселого персонажа из сказки Алексея Николаевича Толстого знают все от мала до велика. Во Дворце культуры «Видное» прошел спектакль «Буратино». Премьеру представили гости из Пушкинского округа. За почти вековую историю сказки «Буратино» ее неоднократно экранизировали и представляли на сцене в виде спектакля. Каждый добавляет во всем известный сюжет что-то оригинальное, чего не было ранее. Не стал исключением и театр из Пушкинского округа, который создал свою интерпретацию всем знакомой истории. Мы сами делали сценарий. За основу я брала сценарий фильма режиссера Нечаева. Мы используем музыку, известные песни, которые в этом фильме. Ну, вот такая история. Но все равно мы это преобразовали в театральную форму. И мне хотелось бы, чтобы зрителю подарить радость. Вот радостные эмоции, чтобы возродить вот это чувство какой-то сплоченности людей. За развитие творческого потенциала детей и организацию культурно-массового мероприятия театральная студия «Артист» из Пушкина удостоилась благодарственного письма от администрации Ленинского округа. Мы очень рады видеть всегда наших коллег. И приглашаем не только Пушкинский городской округ, но и все округа Московской области к сотрудничеству. Яркие персонажи создавались больше полугода. Актеры театральной студии «Артист» не только детально проработали роли, но и сами создавали себе костюмы. Мы узнали, почему герои спектакля выбрали своих персонажей. Потому что он чувствительный, и я тоже чувствительна. Какие эмоции испытываете, когда играете своих персонажей? Я испытываю радость и гордость за себя, то, что я играю именно эту роль, потому что она у меня достаточно хорошо получается. Мне очень радостно видеть улыбки на лица зрителей, как им все нравится, как аплодируют. Спектакль получился ярким и запоминающимся. Сказка в исполнении гостей из Пушкинского округа пришлась всем зрителям по душе. В рубрике «Афиши» мы расскажем вам о том, как можно провести выходные дни. На детской площадке по адресу Южный бульвар 6 в поселке Бица 10 августа в 11.30 пройдет концертная игровая программа «День двора». Посетите мероприятие всей семьей. В 14.00 в субботу на территории музея-заповедника Горки-Ленинские в Южном флигеле усадьбы состоится интерактивная программа «Дачная жизнь» в атмосфере конца XIX – начала XX веков. Также в 14.00 10 августа в центре досуга деревни Картино пройдет мероприятие для детей «Мультпутешествие в сказку Иван-Царевич и Серый волк». В 16.00 в субботу около кинотеатра «Искра» пройдет масштабный фестиваль «Территория спорта», посвященный Дню физкультурника. Вас ждут мастер-классы, эстафеты и автограф-сессии известных спортсменов. А в воскресенье 11 августа все желающие могут посетить концерт в Центральном парке города Видное. На сцену выйдут участники Видноского рок-клуба и приглашенные артисты. Начало в 17.00. Проведите свои выходные интересно и с пользой. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания.